Наш Углич Углич посетил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, который провел здесь совещание по туризму с руководителями городов Золотого Кольца. Это абсолютно органично делать здесь, в Угличе, в одном из наиболее популярных мест Золотого Кольца. И я думаю, что все проблемы, которые здесь в городе, они очень сходны с теми проблемами, которые есть в других городах Золотого Кольца, да и вообще во многих местах нашей страны. И, соответственно, здесь есть достижения последнего периода, так называемой точки роста. И одной из таких точек роста, безусловно, является Углич. Это великое дело. То есть, понимаете, вот это Золотое Кольцо России, оно бренд всемирный, но уж очень поветшало это Золотое Кольцо. И нужна новая права в золоте для того, чтобы наши вот эти города засияли. Интерес к Угличу закономерен и оправдан тем, что за последние годы инвестиционное вложение в экономику, социальную сферу, объекты туризма и реставрацию памятников исчисляются миллиардами рублей. Первым объектом муниципально-частного партнерства стали торговые ряды, с восстановлением которых вернулось историческое своеобразие главной площади города Успенской. В городе появилась первая современная гостиница, отвечающая международным стандартам. Второе рождение приобрел значимый для угличан исторический памятник Дом Еврейновых, который долгое время находился в аварийном состоянии и мог быть потерян для современников. Углическими предпринимателями возрожден буквально из пепла еще один выдающийся памятник гражданской архитектуры Дом Переславцевых, где сегодня размещается ресторан «Русская усадьба». Усилия местной власти по созданию благоприятного инвестиционного климата повлекли за собой строительство еще двух гостиниц – Москва и Волжская ривьера, финансируемая правительством Москвы и Газпромбанком. Два гостиничных комплекса, расположенных на живописном Волжском берегу, стали излюбленными местами отдыха не только для гостей углича, но и для угличан. Четырехзвездная Волжская ривьера, построенная в классическом стиле и отличающаяся изяществом внутренних интерьеров, стала настоящим украшением углича и лучшим отелем на Волге. Среди многочисленных музеев города, на сегодняшний день их уже 14, главным и самым притягательным является углический историко-художественный музей с уникальными коллекциями икон, светской живописи и декоративно-прикладного искусства. Несколько лет назад в одном из зданий Кремля открылась великолепная красная гостиная, которая привлекает к себе известных гостей и исполнителей с мировым именем. Круг знаменитостей, посетивших углич, можно определить, перелистав гостевую книгу главного музея города. Александр Солженицын, Андрей Вознесенский, Людмила Зыкина, Никита Михалков, Иосиф Кобзон, Любовь Казарновская, Владимир Васильев. Это далеко не полный перечень лиц, посетивших углич. Углический Кремль – сердце города, его главная святыня и наша главная гордость. Вот почему состоянию памятников Кремля и благоустройству его территории всегда уделяется повышенное внимание. Восстановление церкви царевича Дмитрия на крови, визитной карточки нашего города, стало уникальным примером научной реставрации с привлечением ведущих российских специалистов. Многолетними стараниями местной власти и всех угличан углический Кремль изменился до неузнаваемости и сегодня нельзя без восхищения наблюдать происшедшие перемены в его облике. Закономерным становится желание угличан по внесению Кремля в список мирового наследия ЮНЕСКО. Гармонично дополняют историческую и культурную конву углича такие музеи, как Музей городского быта, Музей православного искусства под благодатным покровом и уникальный высокотехнологичный музей российской гидроэнергетики, в основе которого лежит экспозиция по строительству углической ГЭС. Сегодня в ее историю вписана новая страница. Произошла замена главного агрегата – продукта международной кооперации крупнейших европейских и российских компаний, стоимость которого превышает 30 миллионов евро. Ранее, в 2002 году, грандиозной реконструкции был подвергнут находящийся на тот момент в опасном состоянии мост ГЭС, соединяющий правую и левую части города. Реконструкция ГЭСовского моста повлекла за собой целую мостовую эпопею, в результате которой город украсили преображенные Каменский, Филипповский и Никольский мосты, придавшие угличу еще больший уют и очарование. Гидроэлектростанция – символ. Начало – начал промышленного углича. Сегодня энергетическую отрасль прекрасно дополняют предприятия, развивающиеся на территории Южного технопарка, созданного при участии иностранных инвесторов. Это кабельный завод транснациональной компании «Никсанс», выпускающий кабели и дающий две трети объема промышленного производства района, предприятие кабельных аксессуаров «Тайка Электроникс», завод УРМЗ «Семрос». Сельское хозяйство района претерпевает значительные перемены с объединением большей части хозяйств в агрохолдинге «Верхневолжский» и «Союз». Кроме молочного направления и овцеводства, эти сельхозпредприятия начали развивать мясное животноводство. На средства инвесторов построен современный овцеводческий комплекс, завершается строительство роботизированной молочной фермы. Новую жизнь обрела и углическая птицефабрика, перепрофилированная на производство перепелиных яиц по японским технологиям. Ситуация на селе сохраняется стабильной и благодаря не ослабевающему вниманию со стороны власти к качеству жизни селян. Каждое сельское поселение сегодня имеет современную амбулаторию врача общей практики, приведены в порядок и все работающие в населенных пунктах ФАПы. Качество медицинской помощи повышается вместе с преобразованиями, происходящими в центральной районной больнице, а их можно по праву назвать настоящим прорывом в углическом здравоохранении. Открытие в угличе межмуниципального сосудистого центра, оснащенного современным медицинским оборудованием, стало началом решительных действий против таких серьезных заболеваний, как инсульт и инфаркт. Достойную оценку ему дали заместитель министра здравоохранения Вероника Скворцова и известная телеведущая программы здоровья Елена Малышева, недавно побывавшая в угличе и назвавшая сосудистый центр и новую поликлинику ЦРБ «Поликлиникой XXI века». Все, что делается в городе и районе, делается в первую очередь на перспективу, на будущее ради наших детей. Именно для них, наших юных угличан, несколько лет назад был перестроен, заново оформлен и оборудован клуб «Машиностроитель», превратившийся, благодаря умелым строителям и талантливым дизайнерам, в прекрасный дом для молодежи. Здесь наша молодежь не только отдыхает, но и занимается решением серьезных вопросов трудоустройства, обеспечения жильем молодых семей. Накануне Нового года традиционно в зале заседаний глава района Элеонора Шереметьева в присутствии депутатов районной думы вручила десяти молодым семьям жилищные сертификаты на получение бюджетных средств. Жилищные вопросы были и остаются главными как для людей, так и для органов местной власти. Поэтому Углический район активно участвует во всех жилищных программах и занимает рекордные позиции по переселению угличан из ветхого жилья. 344 семьи за время действия программы получили новые квартиры. 76 домов было расселено. Трудно переоценить радость угличан, получивших современное жилье взамен ветхих комнатушек. Настоящим украшением и доброй приметой любого современного города являются физкультурные комплексы и стадионы, ведь сюда приходят те, кто дорожит своим здоровьем и хочет добиться определенных спортивных результатов. За последние годы в Угличе построен физкультурно-оздоровительный комплекс со всем необходимым инвентарем и условиями для занятий, значительно преобразился стадион «Чайка», в пригородном санатории Углич появился хороший плавательный бассейн. Настоящим подарком для молодых угличан и людей зрелого возраста стало открытие в День города «Дома кино России», украсившего досуг угличан интересными кинопросмотрами и встречами с известными людьми из мира кино. День города 2010 года ознаменовался еще одним подарком молодым угличанам. Преобразившаяся Волжская набережная, выполненная с петербургским размахом, но сохранившая свою романтичность, дополнилась молодежной лестницей, достойным столичным подарком нашему славному городу. Установленная здесь скамья для влюбленных стала своеобразным продолжением свадебного ритуала для молодоженов после церемонии в ЗАГСе. А вот залу торжественных регистраций углича может позавидовать любой столичный или областной город. Здесь все выполнено под старину, все сияет по золотой и зеркалами, все красиво и торжественно. Все располагает к серьезности восприятия бракосочетания, свидетельствует о ценности семейных уз. Вопросом нравственности в угличе уделяется самое пристальное внимание. Вечные ценности, такие как любовь к своей семье и родине, целенаправленно культивируются, особенно в молодежной среде. Этому подчиняется многое. Кадетское и милицейское направления школ, творчество в художественной и музыкальной школах и, конечно, детские праздники, самые яркие из которых – День царевича Дмитрия. Этот уникальный детский праздник получил благословение патриарха всея Руси. А сам патриарх Кирилл этим летом, к великой чести углича, почтил его своим визитом и благословил еще одно хорошее начинание – создание в нашем городе детского православного центра. Визит главы Русской православной церкви стал едва ли не самым значимым событием последних лет. Услышать слово пастыря пришли тысячи угличан и гостей города, и это неудивительно. Воспоминания о визите святейшего патриарха останутся в сердцах угличан надолго. Я начал путешествие по Волге с города Калязино. И когда взглянул на гладь реки и увидел колокольню затопленного храма, и когда подплыли мы к городу Угличу, в котором я никогда не был, то взору открылась сказочная красота. Храмы и монастыри – прекрасный русский город. И тогда то, что я почувствовал, глядя на Калязинскую колокольню, совершенно особым образом преломилась в этой картине Углича, одного из самых древнейших городов Руси, который был отмечен многими славными страницами своей истории, в том числе и трагической страницей смертью последнего Рюриковича, царевича Дмитрия. И все здесь сохранилось. И сегодня мы видим эту красоту духовную, выраженную в замечательных произведениях человеческого искусства. У меня совершенно особые слова в адрес Элеоноры Михайловны, человека, который так много сделал для сохранения, воссоздания Углича. Вот в этой красоте частица вашего сердца, вашей жизненной энергии, вашей веры и вашей любви к Отечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok